я сегодня решила приготовить тыквенный суп-пюре буду готовить его из запеченной тыквы и мне нравится так гораздо больше потому что получается за счет того что тыква карамелизируется в процессе запекания то и вкус более насыщенный перед тем как начать заниматься тыквой я поставила уже отвариваться куриный бульон и как всегда буду варить на втором бульоне очищает тыкву от семян и нарезаю крупными произвольными кусками я обычная тыквы беру столько чтобы у меня полностью был уложен весь противень сбрызгиваю все растительным маслом в аэрозоле у меня это оливковое рафинированное масло и затем посыпаю солью по вкусу присыпаю приправами в этот раз использую сладкую паприку затем мэйран тимьян и потом присыпаю еще сушеным чесноком которые кусочками ставлю запекаться в предварительно разогретую духовку до температуры 220 градусов запекать буду 20 минут если что время добавлю мне надо чтобы сверху она карамелизировалась и у меня режим конвекция с верхним грилем пока у меня доваривается бульон и тыква немножко остынет я как раз займусь овощами для зажарки нарезаю лук небольшими кусочками а морковь натираю на крупной терке добавляю на сковороду растительное масло и для начала обжариваю морковь когда она станет золотистой то добавляю лук и сразу морковь присыпаю немного сахаром для того чтобы она быстрее обжарилась достаю из кастрюли куриное филе и все крупные приправы затем выкладываю туда кусочки тыквы у меня кожица не очень толстая поэтому я буду измельчать вместе с ней если у вас кожица жесткая то ее лучше срезать перекладываю все тыкву в кастрюлю и также сливаю сок который с нее выделился в процессе запекания измельчать буду при помощи погружного блендера до однородного состояния затем переставляю кастрюлю на огонь добавляю туда зажарку перемешиваю накрываю крышкой и пока у меня будет суп закипать я нарежу мелко куриное филе отправляю курицу в закипевший суп и затем доливаю сливки я использую десяти процентные и у меня пол-литра все выливаю в суп размешиваю и буду доводить до кипения при постоянном помешивании для того чтобы сливки не свернулись в самом конце добавлю несколько зубков натертого чеснока и зелень петрушки очень вкусный и сытный питательный и полезный суп готов отличный вариант для такой холодной промозглой погоды поэтому приготовьте я уверена вам понравится и пишите им готовите вы такой суп или нет вот так вот вот так вот